Актуальный разговор Здравствуйте Спасибо большое, что вы сегодня с нами Вот такую тему хотим с вами обсудить Про социальную ипотеку поговорить Для кого-то это что-то Такое весьма желанное Потому что мы прекрасно понимаем Что там совсем приятные проценты Там совсем другие цены за квадратный метр Для кого-то, как кажется, это что-то Совершенно такое недоступное Потому что тоже мы помним у всех на слуху Что на социальную ипотеку могут претендовать Только бюджетники Сидит глубоко в умаху у многих людей Сегодня будем подробно Эту тему разбирать Так ли это, может быть, мы ошибаемся Для начала Сколько лет уже госжилфонд Работает в Татарстане? Ну, с момента создания Жилищного фонда прошло 28 лет Буквально пару лет назад Мы праздновали 25-летие За это время Жилищным фондом построены Около 11 миллионов квадратных метров жилья Получилось обеспечить Около 180 тысяч Семей жильем Благоустроенными квартирами Чтобы понять, много это или мало В масштабе республики Да, в масштабах республики Это мы обеспечили жильем Каждого жителя города Набережной Челны И по количеству жителей И по количеству квадратных метров Жилья, которое есть сегодня в Челнах Оно соразмерно тому объему Жилья, которое мы построили И численности населения, которое живет В наших квартирах Вот такую большую работу Была проделана Жилищным фондом За 28 лет Если же говорить про текущий год То в текущем году Мы 2752 квартиры построили Это 150 тысяч квадратных метров жилья Программа текущего года Тоже выполнена Все жильцы Получили свои квартиры Ну или получат до Нового года На сайте Я правильно понимаю Это еще не обновленный Да, на сайте 22-й год сюда еще не вошел Да, это информация По итогам прошлого года Мы его в январе обновим Думают Округлиться циферки Кто может участвовать В программе социопотеки Вот это вот животрепещущий вопрос До некоторых пор Все думали, что только бюджетники Да, якорной нашей программой Является программа социальной ипотеки Она направлена на обеспечение Жильем бюджетников И работников предприятий Участвующих в финансировании Социальной ипотеки Вот это основная наша программа Потом В 2020 году По поручению президента Была разработана Новая программа Молодая семья Их обеспечиваем жильем И вот буквально в этом году Тоже по поручению президента Мы разработали программу Обеспечения жильем То есть социопотека для села Вот Для этих категорий Мы сегодня работаем Обеспечиваем их жильем Здесь основное условие Это быть нуждающимся в жилье Что это значит? Это значит то, что На одного члена семьи Должно приходиться Менее 18 квадратных метров жилья В этом случае Если есть у семьи квартиры И там 50 квадратных метров И живут там четвером Или пятером То такая семья Ну 50 квадратных метров Мы делим на 5 человек Получается по 10 квадратных метров Такая семья нуждается в жилье Мы их принимаем на учет Обеспечим их жильем Вот это основное условие И второе Наверное немаловажное Это возможность платить То есть безработных Обеспечить жильем не получится Надо подтвердить свои доходы Вот эти два основных критерия Которые на сегодняшний день Нужны, чтобы встать на программу Социальной ипотеки Можно пока далеко от темы не ушли От темы обеспеченности жильем Уже того, что есть в наличии У людей, которые встают на учет Я правильно понимаю Имеется в виду Все жилье, которое есть в наличии Например, если у молодой семьи Допустим, есть какие-то доли В родительской квартире Они же все учитываются, да? Вот молодая семья Если программа социальной ипотеки Именно программа молодая семья Она разработана для того, чтобы Молодая семья отдельно отделилась от родителей И учитывает только жилье молодой семьи А в программе социальной ипотеки Там как рассчитают и родители И бабушек, и дедушек Все имущество, которое есть Со стороны жены, со стороны мужа Вот такой момент Важный нюанс Куда обращаться? Всем, кто сейчас нас послушал Подумал Кажется, я подхожу Я хочу Обращаться Первый самый популярный канал Куда обращаются граждане Это исполкомы Органы местного управления Обращаются туда Львиные доли Потом есть При министерствах При промышленных предприятиях Жилищные комиссии Второй источник, наверное Куда можно обратиться Это жилищные комиссии При предприятиях При министерствах и ведомствах Они ставят на учет Тоже с нами взаимодействуют Через электронный Объясните, почему предприятия Давайте поясним При чем здесь предприятия Есть ряд предприятий Которые участвуют в финансировании Программ социальной ипотеки Для их работников На годных условиях Мы предоставляем жилье И такие предприятия Ну вот как Оргсинтез Группа компании Татнеев Они создали свою Жилищную комиссию У нас есть электронное Взаимодействие С их базами данных Они заводят людей Мы их обеспечиваем жильем Одинаково надежно Что-то в исполком пойдешь Что-то в предприятии Информация до ГЖФ Дойдет в любом случае И вот новое направление Которое сейчас набирает популярность В год цифровизации Мы с коллегами Из Министерства цифрового развития Министерства экономики С жилищными комиссиями Исполнительных комитетов Оцифровали программу Социальной ипотеки Теперь есть возможность Кликнуть на портале Госуслуг И встать на учет По социопотеке Здесь данный механизм Облегчает семье Гражданину Сбор документов Часть документов Собирает автомат сам Гражданин прикрепляет На портале госуслуг Только ту информацию Которая нет в общем доступе То есть справки с Росреестра Система сама запрашивает А справки о доходах семьи Это гражданин сам Свою организацию получает И прикрепляет А замечаете? Понравилось людям? Ну сейчас Тенденция увеличивается Люди уже кликают Некоторые кликают Просто чтобы попробовать Некоторые Более тщательно подходят Прикрепляют документы Но есть разные Случаи Но есть такой вот Год цифровизации Как долго ждать Своё жильё? Потому что мы же понимаем Дом строится Сколько он будет строиться? Мы вот сейчас Стремимся к тому Чтобы В год постановки на учет В год заключения договора Обеспечить их жилью Самый быстрый участник На моей практике Получил жильё за месяц То есть он в течение месяца Стал на учет Заключил договор Накопления были Он закинул первоначальный Износ 10% И как раз В микрорайне Салаватку Пребыл розыгрыш Он принял участие В первом же Распределении Получил жильё Выиграл? Выиграл Выиграл, да Заселился Вот такой момент А так Если брать очередность Которая у нас Трехгодичная Выстроена В рамках законодательства То мы в этом году Уже обеспечиваем Очередников Все зависит от того Накопила семья Первоначальный Износ или нет У нас есть семья Которая стоит на учет Но у него нет возможности Заплатить 10% Он копит по 10 тысяч По 5 тысяч Сколько какие возможности есть А так тоже можно Если у тебя первоначалки нет Если ты ничего не накопил Ты все равно можешь податься На нее Даже не имея Этих 10% Да, да Все верно То есть с 1000 рублями Люди к нам приходят Начинают копить деньги По мере своих возможностей Потом когда 10% накопил Принимают участие в конкурсе И получают жилье А до этого конкурса Он пока не допускается Конкурс не допускается Про 10% Первоначалку мы услышали Какие еще условия Расскажите 7% было годовых Что-то изменилось 7% годовых С 2007 года Как программа Социальной ипотеки запущена Она так и работает Мы к сожалению Не получаем субсидии От коммерческих банков Которые буквально недавно Снижали процентные ставки До 4-3% Там семейная ипотека Льготная ипотека У нас стабильность 7% Но мы компенсируем Стоимостью жилья Которое приобретают То есть наши условия Всегда оказываются выгоднее Мы и опрос проводили И к людям предлагали Ну идите рефинансируйтесь Они сравнивают Что если в коммерческие банки Идти под 5% условно Им надо страховать жизнь Страховать имущество У нас к сожалению Таких обременений нету Мы людей допускаем всех Кого поставили на учет Поэтому проще в этом плане Андеррайтинг банки Не надо проходить Чтобы получить жилье Вы говорите Мы предлагали Идите посмотреть Поинтересуйтесь Сколько будет рефинансирование У вас много обойдется А какой смысл вообще рефинансироваться По таких приятных условиях У кого-то есть такая потребность В коммерческий банк Идти рефинансироваться И с соципотеки выходить Ну есть такие тоже Категории граждан Которым нужно Сегодня зарегистрировать Это имущество Мы же даем рассрочку Они хотят зарегистрировать И быть уже собственниками Сегодня До современения В пользу банка Они идут Получают Ну у кого-то там Остается небольшая сумма Которую необходимо закрыть Они через банк получают Быстренько реализовывают Там материнский капитал И тем самым Закрывают ипотеку В банке быстро Вот такие Ну есть разные люди У разных своих интересов Все-таки есть рефинансирование Кто уйдет на рефинансирование Сроки какие? Минимальный, максимальный? Какой разбег? Разбег Значит Рассрочку мы даем Исходя из стажа И доходов населения Программа сама Определяет У кого какой стаж То есть У кого какой срок рассрочки Исходя из его стажа И доходов А так Максимальный срок рассрочки У нас 28,5 лет Если семья Попала в какую-то Тяжелую жизненную ситуацию Они обращаются К нам в заявление Мы на комиссии Смотрим их доходы И можем Принять решение Об увеличении срока рассрочки Плюс 5 лет За одно обращение Ну то есть Бывают семьи Без работы остались Вперед ковида Пандемией были Обращались Мы им увеличивали срок рассрочки В таком ключе подходили Персонально Каждому Что особенного В ипотеке для молодых Молодых Надо думать Что это пары Которые наверное Дедок рожают Да Есть какие-то связи с этим Приятные моменты Программа молодых семей Как я уже сказал Президентом Республики Татарстана Рустановым Минифаном Было Данное поручение Мы его разработали С 2020 года 3000 семей Стали на учет По этой программе Программа набирает популярность Первый год было 400 где-то Семей Потом 1000 семей И в этом году уже 1600 семей Стали на учет Из них 1950 семей Мы уже обеспечили жильем Еще 1000 семей Ожидают получения То есть почти 2000 семей Из 3000 За два года За два года Уже обеспечили жильем Уникальность Наверное программы Она В принципе Нуждаемость Там также есть Как в программе Социальной ипотеки Единственная Отличительная черта Там рассматривается Нуждаемость Только конкретной семьи Без их родителей Поэтому Люди Идут Молодые семьи Те кто почувствовал Что есть Выгода В этом Они идут Активно Распространяем Среди своих друзей И вот Количество молодых семей Ежегодно у нас увеличивается А в связи с рождением Малыша Я точно знаю Там есть приятный момент Расскажите В связи с рождением Детей Мы компенсируем Счет Оплаты По договору Социальной ипотеки 200 тысяч Зачисляем От бюджета За рождение Каждого ребенка Это безвозмездно Эту сумму Возвращать не нужно Нет Это возвращать не нужно Отчитываться не нужно Включаешь Ну Приносишь свидетельство О рождении В орган Который поставил Тебя на учет Они пересылают нам И мы На основании этих данных 200 тысяч Зачитываем В счет Оплаты По договору Социальной ипотеки Я уж Пример приведу У меня на практике Была семья Ленинногорского района У них 6 детей И они 1,2 млн От государства Получили только За детей Вот такие Интересные Нужно объяснение А в таком случае Это Это Безвозмездная сумма Эти 200 тысяч рублей Они В семье Выдаются Если у них Ребенок родился В момент Когда они Уже Социальной ипотеку Взяли Или все Рожденные До этой Молодежной ипотеки Тоже Нет Здесь Учитываются Только те дети Которые Вновь рожденные После заключения Договора Социальной ипотеки Важный момент Да Может ли Семья Выбрать квартиру Например Метражом Больше чем им положено У них там Три члена семьи Им положено Кстати Три члена семьи Сколько квадратных метров Три члена семьи Это 54 квадратных метра 18 на каждого 18 на 3 умножаем Да 18 на каждого А можно взять 60 Вот сейчас Тоже есть Очень кстати Много семей Молодых Именно берут Большие квартиры Там Мы их не ограничиваем Если есть Первоначальный износ 10% Единственное условие Вот 54 квадратных метра Они идут По стоимости Льготной По указанию Это 60 тысяч Было в микрорайоне Салават Купера Все что выше Они получают С коэффициентом 1,2 Чуть выше Чуть дороже Следующие квадраты Дополнительные квадраты Дополнительные квадраты Будут дороже В рамках социальной нормы Получают по льготной цене Все что выше Чуть дороже Получается А может ли семья Выбрать квартиру Например Не в том районе Где она зарегистрирована Ну живут там Скажем В Знакаевском районе А квартиру хотят В челнах Такое возможно К сожалению Такой возможности нет Где родился Там и пригодился Мы именно В каждом районе Пытаемся построить жилье Обеспечивать именно их там По мере потребностей Если мы будем Допускать всех Будет простой переток На бережной Челны В Казань И мы населенные фронты Оголим специалистов Мы Что правда Да Наоборот создаем Жилищные программы И Другие там Арендное жилье Которое наоборот Привлекает Специалистов на село Чтобы их там Закрепить И Чтобы там были тоже Высококлассные кадры Врачи и учителя Оказывали население У вас еще и такая задача Да Обеспечение жильем Да В том числе и кадровый вопрос Да Наполнение Наполнение кадрами Районов наших Я предлагаю Подвести итоги голосования Которое традиционно До начала эфира Мы запускаем И спрашивали вас В этот раз Уважаемые телезрители В нашей группе ВКонтакте Спрашивали И задавали вопрос такой Точнее Формулировка такая И продолжение соответствующее На ваш взгляд Ипотека в новостройке В строящемся В новом доме Это И вот такие варианты ответов Мы получили И вот такие ответы Абсолютное большинство 44% ответили Что Ипотека в новостройке Это только дополнительный Расходы Потому что ремонта Нет Черновая отделка Сразу не заедешь Надо еще Ого-го Сколько денег потратить На ремонт Большинство считают Так Каждый третий 29% сказали Это единственный способ Получить свое жилье Съехать от родителей О чем мы сегодня много говорили 26% То есть каждый четвертый Сказал Не знаю Я вообще не нуждаюсь в жилье Как прокомментируем Большинство говорят А это только расходы Это же новое жилье Там же Пару миллионов Надо на ремонт Да Продолжение Той темы Когда человек заехал За месяц У нас жилье готово То есть мы Идем Что значит готово Готово к заселению Это в чистовой отделке Постелен линолеум Виниловые обои Натяжной потолок Установлен туалет Ванна Раковина На кухне Плита установлена То есть минимальный набор Для того чтобы заехать И жить Можно уже в первый день День получения ключей Закинул матрас надувной Плита стоит Раковину есть Приготовить Покушать А дальше собираешь кухню Спальни гарнитуры Живешь Обустраиваешь квартиру То есть у нас нет таких И самое главное Самое интересное То что новостройки Еще полгода будут шуметь Перфоратором В наших квартирах Такого нет Ремонт уже сделан Ну какие-то там Мелочи доделывают Наверное под себя Но такого шума Что полгода Люди шумели перфоратором И что-то делали Но такого не будет Это абсолютный плюс Абсолютно подтверждаю Как человек У которого соседи Периодически ремонтируются А вообще это Больше привлекает людей По вашим оценкам По вашим наблюдениям Или они говорят Эх, зачем Я вот собирался Не знаю Туалет В кафеле Сделать А мне тут Как раз Про кафель Президент Рустам Нергалевич Объезжал Микроэн Салават Купере Который мы сдали Закрыли Ну стройку В этом году Был такое предложение Чистовая отделка Чистовая отделка Ну потому что За эту цену Которую мы даем Сделать чистовой ремонт Не каждый Социопотечник Может потянуть Он 10% На первоначальный Знос еле накопил А здесь еще На полмиллиона ремонт Действительно Если например Делать этот же ремонт За свой счет Мы понимаем Что это совсем Другие объемы Если я нанимаю бригаду И бригада мне Ту же самую плитку кладет Я же понимаю Что это точечный заказ Только от меня Это дороже выйдет Нежели вот так Вот так вот Централизовано Организовано В больших объемах Допустим Дом 10 тысяч Квадратных метров Мы строим Заказываем на 10 тысяч Соответствующую плитку Монтажников Плиточников Это конечно же Будет на объеме И на услугах Дешевле Чем нанимать персонально И делать его Каждому отдельно Каждому отдельно Да Но сегодня Вот Мы Последние дома Микрорайона Салаватку Пресс Сам удивился Все обычно Негативно отзывались По Салаватку Пресс Мы там Создали микрорайон С парком С бульваром Девятиэтажный Сначала провели опрос То что хотят Наши клиенты То и построили И наши ожидания Были Просто Шокированы У нас конкурс На одну квартиру Был у 50 семей А в обычное время? Обычное время Для сравнения В обычное время 3-4 Чувствуйте разницу 3-4-5 И мы Все распределили Все жилье В Салаватку Сегодня нет Квартир в Салаватку Пресс Нам пишут Откройте доступ Дайте возможность Выбрать квартиру Салаватку Пресс Квартир нет Сейчас до конца Следующего года Строим Не осталось квартир На моей практике Первый раз В следующем году Уже будут? В 2023 Сейчас уже поднимаем В декабре В ноябре Следующего года Сдадим Если у наших зрителей Остались вопросы Если они заинтересовались Теперь они всерьез думают О социепотеке Думают подходят ли они Под эту программу И нужно ли им это Где можно получить Консультацию? Подробнее Ну консультация Это самый Вот у нас Жилищный сайт 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 Приходите К нам Еще Спасибо Всего доброго Это была программа Актуальный разговор Мы сегодня Про социальную ипотеку Говорили Кто и как Может ее получить Выясняли детально Редактор субтитров Корректор А.Кулакова